Сейчас напрямую, или что у причала? Принял. В рейд инспекторы ГИМС в этот раз выходят с целью профилактики, проверяют документы и напоминают об элементарных правилах безопасности. Бывает, что владельцы моторных лодок нарушают правила и купаются в запрещенных местах. Только в открытых, разрешенных местах вы можете безопасно для своей жизни купаться. В остальных местах, помните, о личной безопасности лодного памятника. Ознакомьтесь, почитайте. В ходе рейда инспекторы останавливают очередную лодку с двумя молодыми людьми, прав на управление которой у них не оказалось. Лодку пришлось с этого отца забрать, на острове оставили. Вообще они есть? Да, они есть, но с собой нет. Инспекторы проверяют базу данных и выясняют, молодой человек лукавит, прав у него нет в принципе. Пришлось ему съездить за отцом, который является владельцем лодки. В поле зрения проверяющих попали впервые, заявляют нарушители. Не боитесь пускать с одних-то? Я? Нет, ну а что, он взрослый пацан, он серьезный пацан, он учится хорошо, отличник. Что его бояться пускать-то? Пускать бедства очень надо, бояться. На нарушителей выписывают штраф в 2000 рублей. Инспекторы рассказывают, подобных случаев на воде немало. За более серьезные нарушения владельцев лодок ждет и более суровое наказание. Транспортное средство могут забрать на штрафстоянку. В этом случае только одна транспортировка обойдется владельцу почти в 18 тысяч рублей. Уже неоднократно были случаи того, что забирали на штрафстоянку. И в зависимости, что это за судно, либо гидроцикл, либо маломерное судно, там уже идет почасовая оплата. То есть достигали случаи, что люди приходили, на следующий день забирали свои лодки, отдавали штраф где-то по 25 тысяч рублей. С начала сезона зарегистрировано почти полсотни происшествий на воде. 40 человек погибли. Проводить профилактические рейды сотрудники ГИМС продолжат до конца сезона, чтобы люди не забывали о возможной опасности, которую таит в себе вода. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.